Благоустройство дворовых территорий является частью федерального проекта формирования комфортной городской среды. В рамках программы по благоустройству дворовые территории Сергиева Посада заметно преображаются. Пример может стать двор дома номер 9 по улице Карла Липнихта на рабочем поселке. Это программа КМДТ, комплексное благоустройство дворовых территорий. В эту программу мы здесь отремонтировали освещение, сделали тротуары вокруг. Домов, особенно по улице Тахановской, Шляково и Коснофлотской. Отремонтирована детская площадка, добавлены элементы, видите, воркаут, теннисный стол. Должны были начать класть асфальт внутри двора, но так как у нас оказалась авария на теплотрассе, мы сегодня подключили теплосеть, пытаемся устранить. Сегодня вечером они должны доделать эти работы и перенесли асфальтирование на завтра. Поэтому все равно в ближайшие два дня мы отсюда уже уходим. Одним из ключевых моментов госпрограммы формирования комфортной городской среды является общественный контроль на всех этапах ее реализации. В рамках проводимых работ по благоустройству жители дома номер 9 по улице Карла Липкнехта и соседних домов высказали свои пожелания по поводу выбора мест для парковки личного автотранспорта. Вот мы жители святого подместа, вот первые даты. Ее даже сделано не по закону. Благоустройство, которое было запланировано в этом году уже, у нас через 4 метра дорога тоже начинается, в общем, пользуясь. И здесь машина через 4 метра. Значит, что, не законно? А здесь для почты половина большая. Дом незаконно вырос. Когда мы получали здесь квартиру, у нас не все, подожди, Саша, дайте по очереди. Законно. Была парковочка на 3-4, на 2-3 машины для почты. В результате, ну, тут люди как-то захватывают. Вот благоустройство, которое было запланировано в этом году, уже заканчивается. И фактически финальная стадия. И понятно, что у жителей возникают вопросы. И жители пытаются какие-то свои проблемы, которые у них многолетние были, вот в это благоустройство включить. Ну, вот, например, здесь возникло как бы два противоположных вопроса. С одной стороны, со стороны почты, со стороны управления образованием, жители хотят убрать парковку и максимальную сузить до зеленой зоны, там, максимальной. А с другой стороны, двора, жители, наоборот, где не хватает парковочных мест, хотят эту парковку расширить хотя бы еще на 5 машин и, ну, как-то решить свою проблему во дворе вечером. И с той, и с другой стороны, есть заявление, жители собирали подписи, и достаточно много. И депутат, и глава города, конечно, уважают мнение жителей. И решение, наверное, здесь может быть такое, что большинство должно принять решение, что же нужно делать. Здесь есть проблемы. Половина жителей за парковку, половина против. И та, и та сторона правы по-своему. Но надо найти какой-то консенсус, чтобы прийти к очень знаменателю. Я говорю о чем? Критиковать власть надо. Но критиковать надо по делу, законно, и привлекать к решению всех вопросов наши жители. Потому что мы, в первую очередь, должны услышать то, что они хотят. И каждый рубль жителей должны понять, что он, извините, там зарыт для того, чтобы было красиво, хорошо. Вот это мы пытаемся сегодня сделать. И, конечно, мы благодарны Михаилу Юрьевичу Токареву, с Павлом Алексеем Соломатином о том, что мы депутаты ПТО, что он откликается, в общем-то, приходит, слушает нас, всегда приходит и встречается с жителями. Это нормальный тандем, это очень хороший, позитивный результат, и мы двигаемся вперед. Елена Георгиева, Сергей Власов. День города.